Добрый день друзья! Чуть больше месяца назад я показывала пересадку укорененных черенков клематисов из контейнеров в стаканчики. Находились они после пересадки в теплице. И вот уже пришла пора черенки пересаживать из стаканчиков в больший объем. Пересаживаю в рассадные горшки объемом 0,8 литров. Грунт рыхлый, плодородный, в меру влажный. В составе нейтральный турф, перепревший компост, перлит и немного древесной золы. Грунт легкий, воздухо- и водопроницаемый. Как раз хороший состав. В таком грунте хорошо развивается корневая система. Обязательно осенью пересаживаю в больший объем для того, чтобы черенки хорошо перезимовали. Ведь в большем объеме грунта корешкам будет теплее. И это гарантия хорошей зимовки. Пересаживать черенки осенью надо как минимум за месяц до наступления холодов. За это время они успевают адаптироваться в новом объеме земли и хорошо укорениться. Пересаживаю с небольшим заглублением. Если побег одревеснел у основания, то можно смело засыпать одно междоузлие. Листья при этом надо удалить. Если побег не одревеснел, то есть еще зеленый, то при посадке надо все равно немного заглубить в горшке, но не засыпать грунтом. А сделайте это позднее, через месяц примерно, когда уже будет заметно, что побег начал менять цвет и стал одревесневшим. Пересадку провожу методом перевалки, то есть не нарушаю земляной ком и не беспокою корни. Так растение получает меньший стресс. Вытянувшиеся побеги обязательно укорачиваю. Черенку не надо сейчас стремиться вверх. Важно все силы направить на укоренение. После пересадки возвращаю все черенки в теплицу. Обязательно поливаю теплой водой, прогретой на солнце. Я проводила пересадку в теплые дни, когда дневная температура была выше 20 градусов. Вода в емкости за день хорошо нагревалась. Если нет возможности прогреть на солнце воду, тогда емкость с водой необходимо выдержать хотя бы один день в теплице и поливать прогретой водой. Поливаю раствором корневина. Беру из расчета на одно ведро воды на 10 литров 10 граммов порошка. Корневин способствует хорошему корнеобразованию. В сумерках опрыскиваю эпином. Он защищает от стресса, вызванного пересадкой, а также защищает от температурных перепадов. Мои черенки к зимовке готовы. И сразу же, предвидя вопросы, как будут зимовать черенки, отвечу. В теплом климате достаточно поместить теплицу и если вдруг предвидятся сильные морозы, а иногда бывает у нас такое, тогда дополнительно можно накрыть лут растилом. Если хранить в саду под дугами, под пленкой, тогда необходимо засыпать опилками или сухой листвой, небольшим слоем. Торцы пленки должны быть открыты для хорошей проветриваемости. А перед сильными морозами торцы необходимо будет закрыть. Хранение должно быть под сухим укрытием. Черенки не должны попасть под осенние или зимние дожди, иначе могут вымокнуть. Только сухое укрытие и с хорошим проветриванием. Отправлять надо на зимовку черенки с влажным грунтом, но не переувлажненным. Если черенки находятся в теплице и есть возможность следить за состоянием влажности грунта, тогда при подсыхании, а в теплице обычно в теплые зимы грунт подсыхает, тогда необходимо поливать. Это делается редко, буквально 2-3 раза за зиму. В холодном климате также можно хранить в теплице, дополнительно укрыть толстым слоем сухой листвы или опилок, и сверху накрыть лутросилом. Если в саду под пленкой, также укрываем хорошим слоем листвы, либо лапником. В общем, кто живет в холодном климате, наверное, лучше меня знают, как укрыть черенки. Главное, чтобы они не вымерзли и не выприли. У меня на сегодня все. Благодарю, друзья, что вы со мной. Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. До новых встреч! До свидания!